Привет, ребята! Закончились новогодние праздники. Сейчас встану на весы и посмотрю, как это отразилось на моем весе тела. Отразилось отлично! Самое главное, теперь этот результат как-то удержать и еще спрогрессировать до желаемых 83 кг. Что могу сказать по поводу вчерашнего Ганнибала? Не буду приукрашать тело больше часа. Делался комплекс очень тяжело. Сегодня ни груди, ни трицепса, ни широчайших в принципе нет. Забились очень сильно, поэтому сегодня до генератора комплекса в руки мои не дотянутся. Но обязательно позанимаемся, сделаем кластеры. В течение 20 минут, каждую минуту мы будем выполнять 3 повтора. Это будет хорошая силовая нагрузка. Каждый, пожалуйста, смасштабируйте под себя вес. А пока мы не начали заниматься, я вам немножечко расскажу о двух символах кроссфита. Своеобразные символы кроссфита. Это клоун Пьюки и дядюшка Рабдо. Это два клоуна, которые символизируют кроссфит. Первый клоун, он вроде бы как безобидный. И в первый раз, когда на тренировке человека стошнит, в Соединенных Штатах Америки дарят им футболку с изображением клоуна, которого вырвало обедом и подписью. Я встретил Пьюки. Это не сама цель кроссфита, но так иногда случается. Хотя, сколько я не занимаюсь, у меня ни разу такого не было. Потому что во всем нужен здравый смысл. Если вы выходите на соревнованиях и выступаете, хотите показать максимальный результат, да, такое может произойти. Причин несколько. Это может быть повышение давления. Это может быть остаточная еда какая-то осталась в организме. И когда идет весь кровоток в мышце и в желудке начинает немножко еда закисать, обратная реакция идет. Или же, многие говорят, это происходит из-за того, что идет большое внутрибрюшное давление. С одной стороны мы глубоко дышим, с другой стороны мы в просфите работаем мышцами кора, то есть центром. И пресс косые поясницы, сжимая с одной стороны желудок, сжимая с другой стороны дыхание, вызывает рвотную реакцию. Но так или иначе, это еще куда не шло, когда происходит на соревнованиях. И это совсем никуда не годится, если это происходит каждую тренировку. Потому что вы наносите вред своему здоровью. Каждая тренировка, будь то кроссфит, будь то любая тренировка, даже в тренажерном зале или в любом направлении спорта и фитнеса, это небольшой подрыв иммунной системы. Потому что организм тратит дополнительные средства на восстановление после тренировки. Так вот, если вы всегда будете работать до рвоты, вы нанесете своему здоровью действительно вред. Нужно правильно масштабировать комплексы, не загонять себя по интенсивности, а разумно распределять работу в комплексе. Потому что наша задача – показать максимальную работоспособность. В принципе, комплекс один может переходить плавно в другой. Если вы после первого комплекса вырвали и дальше ничего не можете делать, значит вы спеклись. Это не очень хорошо. Но этот клоун Пьюки, он более-менее безобидный. Есть второй клоун – дядюшка Рабдо. Это серьёзное заболевание – Рабдомиолис, который происходит в течение тренировки, тяжёлой тренировки, когда разрываются мышечные волокна, попадают в кровоток и перегружают почки. Даже были случаи летального исхода. Но, в принципе, я к этому мнению склоняюсь. Я думаю, что в кроссфите этот дядюшка Рабдо символизирует то, насколько в кроссфите тяжёлые тренировки. То есть, это рекламный трюк. Хотя в других видах спорта это тоже встречается. Особенно это встречается на морозе, когда идёт тренировка, когда мышцы сжаты, закрепощены, идёт интенсивная нагрузка. Действительно, такие случаи могут возникать, происходить. Но в этом вопросе разберутся медики. Самое главное, ребята, что я хотел сказать, заведя разговор про клоунов, занимайтесь на тренировках так, чтобы прогрессировать, а не для того, чтобы умирать на тренировках. Потому что каждая отказная тренировка, грубо говоря, она будет вас стопорить. И вы рано или поздно попадёте в перетренированность. Перетренированность – понятие, кто-то говорит, оно не существует, кто-то говорит, существует. Для ребят, которые занимаются по-натуральному, однозначно перетренированность есть. Так вот, чтобы этого избежать, немножко уменьшайте нагрузку на тренировках. А на соревнованиях выкладываемся по полной. Всё, идём делать комплекс. Теперь всю информацию я дал, осталось только позаниматься. Слышат принять вздохновение, Продолжение следует... Ух, я так обожаю кластеры! Именно если хочешь проработать все тело и сразу, делаем кластеры. Взял 75 кг, до тех пор, пока успевал 3 раза делать в минуту, боролся. На 16-й минуте, то есть это 17-м раунде, я сделал 2 повтора, истекла минута, и дальше я продолжить не смог, не успел. Ну и так, поборолся, закрыл в 17-м 2 повтора. Считаю, 75 кг для себя это отличным результатом. Ребят подзадорил, они поборолись, все получили массу удовольствия. До новых встреч, уже до завтра, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok